Энергичные хлопки руками и ходьба на месте – одно из упражнений утренней гимнастики. С нее начинается каждый день в Надымском пришкольном лагере. С таким ярким и бодрым стартом сбиться с графика не получится, говорит педагог-наставник Валентина Макарова. Программа настолько насыщенная, что и минуты свободной у детей нет. И на танцы, и на творческие мероприятия, в частности рисунки, которые недавно наблюдали, пели, ну и много всего, что входит в целое обширное творчество. В этом отряде 25 школьников, что называется сборная из разных учебных заведений. Сдружить всех в первые дни смены задачи педагогов номер один. Восьмилетний Михаил смеется, теперь будет здороваться с половиной города. У меня появилось очень много друзей, и в принципе в лагере можно всегда найти с кем пообщаться. Эти три недели пройдут под знаком «Код здоровья». Каждый новый день – новая тема. Это может быть правильное питание с объяснением, почему полезны фрукты и овощи. Или же, как сегодня, творческие поиски. Что тоже важно и главное – интересно. Освоить новые техники в изобразительном искусстве получилось у Варвары Кириченко. Буквально из подручных материалов юные северяне создают свои маленькие детские шедевры. Брали ниточку, разукрашивали ее, точнее обмагивали в краске и аккуратно на бумагу рожили, вот так выдергивали. И получались очень красивые рисунки. Завтрак и обед в обязательном порядке входят в режим дня. Первое, второе и компот, пока родители на работе детям обеспечены. Всем отрядом приятного аппетита! Спасибо! В этом году, отмечает руководство пришкольного лагеря, рекордное количество детей. Только на базе одной школы 200 мальчишек и девчонок проводят каникулы. Наша задача – показать детям, как можно интересно жить, не внедряя в свою жизнь вредные привычки, а правильно питаясь, двигаясь, увлекаясь чем-то. Сразу после обеда все отряды показывают достижение дня. Песня, танец, сценка. Чтобы это ни было, поддержка друзей обеспечена. Вера Дронзикова, Виктор Тиняков. Время Ямала на дым.